Всем привет! Меня зовут Марина Горская, я профессиональная преподавательница английского языка. И сегодня я решила немного поистязать себя. Нет, на самом деле мне любопытно. Еще когда я сдавала ЕГЭ, нам что-то когда-то говорили про сайт Решу ЕГЭ. Я каюсь, на него не заходила ни тогда, ни как бы сейчас. И вот зашла решать, соответственно, ЕГЭ. Так, ну давайте начнем. Начнем мы с аудирования. Итак, первое задание у нас будет 6 спикеров, то есть A, B, C, D, E, F. 6. Вот. А, соответственно, утверждений у нас есть 7. Перед тем, как мы начинаем слушать, у вас там, по-моему, будет 20 секунд времени, и еще пока вот это вот все на русском будет зачитываться, или на английском, я не помню на каком оно, сейчас проверим, обязательно читайте вот эти варианты ответов до того, как вы слушаете реальные сами записи. Зачем это нужно? Затем, что это важный этап преридинга любого. Потому что, например, если я вам скажу, что, там, я не знаю, тема, что я, допустим, даю вам лекцию, и тема этой лекции, это пончики. У вас уже будут какие-то мысли о пончиках, и вы будете как-то думать о том, что я могу там говорить о пончиках, то есть вы сможете, особенно если вас тестируют потом про пончики. Вот. То есть вы начнете думать, как тему пончиков можно развить. То же самое и здесь. Прочитайте эти предложения, 7 штук, успейте, главное, до начала первого прослушивания, и у вас уже будет представление о том, что, собственно, от вас ждут. Сейчас послушаем первую запись, и я скажу свои комментарии. Задание 1. Ой, вот во время всего вот этого обязательно читайте записи. Вы услышите 6 высказываний. В задании есть одно лишнее утверждение. Пока она тут читает, у меня уже вопросы насчет того, что there are more minorses than pluses. Я, честно говоря, такого не видела в академической литературе раньше. Чтобы ознакомиться с заданием. Так, ну вот пошли наши 20 секунд, давайте ознакомливаться. Changing schools. То есть что-то у нас будет про школы. Changing schools. Experiences of changing schools. Все, тема понятна. Now we are ready to start. As you say. Speaker A. My parents move a lot because of their jobs. So for me, changing schools is not a big deal. I can easily adapt to any new environment. And I study well, so my academic performance is relatively the same, regardless of the school I currently attend. I understand it depends a lot on your character traits. I'm sociable, optimistic, and outgoing. So it's easy for me. I guess changing schools can be difficult for an introvert or a very pessimistic person. Так, ну по итогам я довольно-таки уверена, что здесь это будет номер два, потому что нам говорят, нам парниша рассказывает про то, что он часто меняет школы, школы. Он не говорит про плюсы или минусы, про то, чего больше или меньше. То есть, да, используя метод исключений подобных вещей. Ему никакого про past behind, это не про него, а потому что он как раз-таки говорит, что ему нормально. И потом он значительную часть своего монолога уделяет тому, что какие у него personality traits, то есть личные черты, черты характера. И еще тому, что если ты интроверт или не очень социальный, тебе может быть тяжело. Из этого я делаю вывод, что это номер два. Давайте дальше. А вот этот, кстати, господа, хер пойми. Смотрите, почему. Тут, соответственно, либо номер четыре, либо номер шесть. Почему? Потому что. Номер четыре подходит, потому что there are lots of advantages, то есть хороших вещей, положительных черт, в том, чтобы менять школу. Она говорит про положительные черты. Или changing schools can be a chance to improve your life. Что школа может улучшить вашу жизнь. Вот смотрите, я знаю английский, но. То есть я знаю абсолютно все слова, я понимаю абсолютно все, несмотря на ее акцент. Хотя, честно, я смотрю на ютубе ирландских блогеров, у которых жесткий ирландский, типа такой северо-ирландский акцент. И мне проще их понимать, чем вот это вот. Короче, я не уверена насчет второго пункта. Четыре здесь или шесть. Я думаю, что решит то, что мы услышим дальше. Если эти два варианта так и останутся висящими, то есть никакой один из них не разберется в будущем методом исключения, то вполне велика вероятность, что я здесь ошибусь, потому что в моей голове по логике подходят оба. Я бы, наверное, выбрала вариант четыре, потому что она ничего не говорит про improve your life, она говорит именно про то, что про плюсы перечисляет. Давайте послушаем дальше. Так, здесь я сначала сомневалась, потому что мне казалось, что он тоже говорит про experience, но потом до меня дошло, что таки больше здесь он говорит про минусы, чем про плюсы, хотя вот это выражение more minuses than pluses мы сейчас давайте-ка его вот так вот найдем потом в гугле и к нему вернемся, потому что у меня большие вопросы относительно этого выражения. Может, я тупая, но я его раньше нигде не встречала так, чтобы часто. То есть есть устойчивые выражения насчет minuses, pluses, и, кстати, к ЕГЭ рекомендую их подучить, потому что они могут быть. Такие как advantages, disadvantages. Но минусы, pluses это типичная ошибка, на мой взгляд. Ну, проверим, погуглим. Так, ну, короче, здесь я думаю, что номер один, потому что он говорит про минусы, про то, что сложно менять школу, никогда не знаешь, как к тебе будут относиться. То есть основная идея того, что это хреновая затея. И он сам бы не хотел менять школу, и все остальное нам не подходит, кроме того, что личный опыт, но он как раз-таки, он тоже здесь говорит про personality, но он больше говорит про негативные черты, поэтому я склоняюсь к тому, что это один. Это какой-то фриккин пузл. Тут такие задания, что... Кембриджский экзамен сдавать проще. Нет, и там, и там, в целом, это проблема экзаменов, логика. Очень часто они тестируют не твой реально английский, а твою логику, насколько ты можешь как бы work out the meaning, то есть догадаться о значениях. Ну, смотрите, я сейчас сомневаюсь, я думала, что наконец-то тут все понятно, типа тут 4, тут 6, а сейчас я нифига не уверена. Потому что, смотрите, она говорит про то, что да, школы могут улучшить твою жизнь, но с другой стороны, ей значит То есть будет грустно оставить прошлое. Я все-таки склоняюсь к тому, что здесь 6, соответственно, в предыдущем 4, но черт хрен знает. Во второй раз я слушать не буду, мы просто посмотрим ответы. Вот, вы сами можете потом сделать этот вариант еще раз, возможно, это будет вам полезно каким-то образом. Идем дальше, мне это становится интересным, я теперь понимаю, зачем мне все это затеяло. Здесь с самого начала парниша говорит, про то, что ему неважна социальная жизнь, друзья и все такое, его волнует academic performance, но это ладно, хорошо, если вы знаете эти ключевые слова, типа academic performance, better education opportunities, это да, но и, скажем так, он не говорит ничего про всякие вот эти вот плюсы-минусы, его волнует что-то, что другое, отличное от всех остальных. School finals это довольно сложные слова, так что на самом деле уровень лексики здесь, ну, типа B2, может быть даже, я не знаю, может на C1 заползает, надо подумать, наверное, B2 все-таки. Но, скажем так, нелегко, не прям типа я сижу такая, изи-пизи. Последний. Какой же акцент? Его так сложно воспринимать. Я не знаю, почему в школах в России постоянно учат британскому акценту, хотя на нем говорят только в Великобритании, и то максимум типа вокруг Лондона, потому что все регионы в Великобритании говорят на своих акцентах. Зачем учить британскому? Ну, not my business, наверное. Я учу американскому, короче, потому что я сама его люблю, и потому что считаю его международным. Но как бы вот тут вот life is life, если вам надо сдать ЕГЭ зачем-то, вот от этого зависит ваша будущая карьера, то как бы это, улыбаемся и учим британский. Поехали дальше. Что там про parents было? Ирина. Да, спасибо. У нас есть 15 секунд, потом мы будем слушать его заново. Вернее, они будут, мы не будем. Я в замешательстве. Давайте думать, давайте вспоминать. По поводу чего? Смотрите, потом вот, когда вот у вас есть время, вы слушаете во второй раз, вы еще раз проверяете, сверяете по ключевым словам. И на втором прослушивании с вами работает чисто дедукция, мистер Шерлок Холмс, и метод исключения. Потому что, ну, даже последний, я думала, вот, ну хорошо, хоть третий, понятно, с оценками. Так в пятом тоже на оценке, вот в последнем, в смысле, в F Speaker, он тоже на оценке как бы заползает, про то, что она как раз говорит, что она не уверена, что она говорит, что ей не очень нравится ее школа, и, соответственно, может быть, школа будет лучше, и там можно будет лучше сдать экзамен. То есть я склоняюсь к тому, что это Потому что больше никто про это не говорит. Какие еще потенциально сюда могут подойти? A chance to improve your life? Ну, не то, чтобы вообще не натягиваются сюда. It's hard to leave your past behind. Вообще она про это не говорит. Your marks can become worse. Она, наоборот, hopes for the best. Надеется на лучшее. Your experience of changing schools with independent personality. Про это нет. Ну, вроде вот так. Честно, мне лень тратить свое и ваше время больше на это. Мне кажется, что так. Я не буду удивлена, если где-то что-то не так. Мне прям даже было бы интересно. Так, мы на это его потратили. Ну, мы слушали один раз. Будем считать, что мы клевы. Скажите мне, что вы думаете. И самое главное, если вам показалось, что такой формат видео для вас полезен, если вы планируете сдавать ЕГЭ, где мы вместе решаем ЕГЭ, пишите об этом, потому что я вполне могу пилить стримы, где мы можем сидеть и вместе разбирать задания и тренироваться на конкретных примерах. Потому что, на мой взгляд, лучшее обучение это learning by doing. Поэтому, если вам такое интересно, особенно ребята, у которых там ЕГЭ скоро, пишите, если вам это интересно, я с радостью вам с этим помогу. Моя миссия помогать. Поэтому, да, спасибо. Я пошла, собственно, готовить уроки, сама заниматься своим английским и готовиться своим экзаменом. Жду от вас какого-то фидбэка. За это отдельное спасибо и обнимашки. Пока! Всего хорошего! До встречи! А вот зачем я, значит, должна была отключить отблок, да? Сколько стоит сотка на ЕГЭ? Продолжение следует...